Завтра 13 августа в Благовещенске пройдет большое культурное мероприятие. На площади Ленина состоится большой концерт и в этот же день откроется российско-китайская ярмарка культуры и искусства. Как это будет? Только ли в Благовещенске пройдут мероприятия? Мы поговорим с Ольгой Смирновой, директором Амурской областной филармонии, а это один из организаторов ярмарки. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мы поговорим о том, что 13 августа выступит перед Благовещенцами академический ансамбль политуправления военной полиции Китая. Но тем не менее, сегодня вы встретили другой ансамбль. Это легендарный академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Да, Наталья, действительно так. Буквально два часа назад мы вернулись с военной базы Украинки, на котором приземлился военный борт и прибыл ансамбль имени Александрова. То есть они не гражданским судном прилетели? Они летели не гражданским судном, а летели спецбортом. Вылетели они из города Москвы 11 августа и практически 16 часов добирались до города Благовещенска. Ну, до города Благовещенска, если уж быть точным, если заложить всю дорогу, которую мы еще потратили на автобусы, а артисты добирались 19 часов. Почему так долго? 120 человек летит? 120 человек и прилетел в полном составе коллектив. Почему так долго? Потому что они летели с пересадками, летели на Су-134, было три пересадки и была задержка рейса в Новосибирске, потому что ждали разрешения на вылет дальнейшего этого борта. Это, наверное, особенности каких-то военных передвижений, да? Но они, наверное, люди привычные. Действительно, это особенности военных передвижений. И там была проблема о том, что они должны были садиться в Чеченскую область, а там идет пожар, и действительно по каким-то природным аномалиям запретили этот прилет именно на ту базу и ждали разрешения на другую. Вы знаете, мы, организаторы, встречали и ждали на взлетной полосе и думали, ну как же выйдут. Вышли абсолютно адекватные люди, они люди военные, вышли с улыбкой. И первая фраза, которая была от заместителя директора ансамбля, извините, мы так к вам долго добирались. То есть Леонид Малев тоже приехал? Приехал сам директор ансамбля, Леонид Иванович Малев, и приехал заместитель руководителя. И вот здесь, в Благовещенске, у них тоже большая программа, и я так и знаю, еще поедут они по области. Да, вы не поверите, они сегодня приземлились, потом мы три часа добирались до города Благовещенска. Сейчас буквально два часа они находятся, приводят себя в порядок в гостинице города Благовещенска. После этого они выезжают в город Белогорск, где сегодня 18.00 состоится грандиозный тоже концерт, полная программа ансамбля Александрова. Белогорск их очень ждут и надеются увидеть, и это случится. Сегодня у них в городе Белогорский концерт, а завтра уже в 14.00 они являются главным участником церемонии открытия в общественно-культурном центре. И после этого, Наталья, они сразу же садятся на судно и перемещаются в хай-хай. Удивительные люди, просто военная выправка, не знаю уж чем объяснить, не устающие вообще. Фантастически, просто колоссально. Вы знаете, я с многими коллективами работала, и каждый раз преклоняются перед такими людьми, перед профессионалами за большие буквы. Ни одного возлуса, ни одной какой-то критики, ни одного момента. Все абсолютно ровно. Все приехали, мы все легли, по спальке три часа в дороге, два часа сейчас в гостинице. Все адекватно, все очень ровно. И с надеждой, что люди приехали сюда для того, чтобы подарить творчество свое амбурчанам. Я знаю, что все билеты, все пригласительные уже розданы, распроданы на церемонию открытия российско-китайской ярмарки, которая пройдет в общественно-культурном центре в 14 часов завтра. Какую программу все-таки представят ансамбли? Ведь там выступят и российский ансамбль, и китайский. Да, китайский коллектив вот как раз в данный момент переходит границу и находится. Когда идет запись этой программы, естественно, к вечеру они уже придут окончательно. И завтра состоится утром большая репетиция двух коллективов, потому что двумя финальными вещами, которые будут исполняться на церемонии открытия, это будут амурские волны и легендарная калинка. Мы надеемся, что у нас все получится. У нас, к сожалению, отменилась сегодняшняя репетиция из-за задержки рейса, из-за того, что у нас все так получается. Я надеюсь, что завтра люди профессионалы с большой буквы, и все у нас случится и получится. Интересно просто спросить, ансамбль политуправления военной полиции Китая такой же мобильный, как и российский? Выдержанный, это столько нагрузок, не знаете? Ведь, судя по тому, как они переходят границу, точно такой же мобильный, выдержанный, они тут же сразу же поехали проверять сценические комплексы, проверять площадку, на которой у них завтра будет их полноценный концерт. Люди готовы работать с полной самоотдачей. Я думаю, что то качество, что это два лучших военных коллектива двух стран, военный ансамбль приехал из Пекина, наш из Москвы, но просто о многом говорит. Естественно, эта дисциплина превыше всего. Что-нибудь готовили они специально, вот два коллектива, для концертной программы в Благовещенске? У них же есть, понятно, что свой репертуар, да? Вот что-то отдельное, особенное. Вот они специально для этого готовили. Полностью весь репертуар. Они готовили специально для этого как минимум два номера совместных. Естественно, что есть это в репертуаре как у одного коллектива, так и у другого коллектива. Но это абсолютно разные исполнения, разные партитуры, разное разложение по голосам. Для того, чтобы это все соединилось, они специально для этого готовили эти произведения. Ну, а ансамбль военного управления КНР будет удивлять очень многим, потому что я посмотрела, что будет в программе. Они специально готовили для того, чтобы в Благовещенске будут наши любимые песни, исполняться и на русском языке, и в китайском исполнении. Обязательно приходите, послушайте, и вставать в стороны огромное будет то произведение на площади звучать обязательно. Как я поняла из программы, надеюсь, все тоже получится. Интересно, они с китайским акцентом поют русские песни или чистое русское звучание? Ну, вы знаете, есть акцент, он небольшой, но он есть. И когда мы работаем с китайской делегацией, всегда нам, например, китайские наши партнеры говорят, нам нужно, чтобы вы спели по-китайски, но по-русски. То есть есть такой терапий, по-китайски, но по-русски. Нам нужно, чтобы вот эта вот изюминка вашего произношения, даже с нашей, чтобы если мы просим, дайте нам, пожалуйста, позаниматься репетитором, давайте мы сделаем более чистое произношение. Нет, 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 вот в этом есть вся изюминка, чтобы вы пели с небольшим акцентом, чтобы мы понимали слова, но это было именно ваше исполнение. Также я думаю, что в этом и особенность, если мы слушаем на русском языке, а на китайском исполнении, хочется, конечно, чтобы это были какие-то нюансы. А вот исполнение концерта, это какая картинка будет? Это будут песни или еще и пляски? Потому что Александровский ансамбль, это ансамбль песни и пляски, например. Например, однозначно, что в общественно-культурном центре заявлены как и хореографические номера, так и вокальные номера будут однозначно. Все это будут песни с солистами, то есть разного жанра. Все, что лучшее есть в репертуаре ансамбля Александрова, все это самое лучшее, все самые проверенные произведения, которые они отработали в России, то есть они будут исполняться, самые любимые номера. А у ансамбля, который выступит завтра на 20.00 на площади имени Ленина, также будут и вокальные номера, и также будут хореографические номера. Да, мы говорим о 20 часах на площади Ленина, это выступит ансамбль политуправления военной полиции Китая, достаточно интересный концерт. Я думаю, это равновесные такие коллективы, да, вот с российской и китайской стороны. Если будет дождь? Наши мы всегда пытаемся убрать слово, если вообще об этом не думать, потому что мы считаем, что мысли материальны. Если будет дождь, то концерт будет перенесен, и мы дополнительно сообщим, на какую площадку он будет перенесен. Да, вот как-то узнаем. Но мы держимся. Однозначно через ваш канал, в любом случае, на все информационные агентства максимально будем анонсировать и информировать жителей о том, что дождя не будет. Потому что завтра по погоде, 13 августа, оно должно все случиться, все хорошо. А вот в перспективе 16 августа, я напоминаю, что на площади имени Ленина в 20.00 состоится большой концерт ансамбля Александра. Вот там стоит пока дождь, но будем надеяться, что он пока развеется. Но дополнительно заявим, где будет, если что, перенесен концерт на какую-то площадок. Российско-китайская ярмарка будет проходить и в Благовещенске, и в Хэйхэ. Вот чем они будут отличаться? Вы знаете, практически всегда, на протяжении уже трех лет, это симметричные мероприятия. То есть, если к нам едут мастера декоративно-прикладного творчества, искусства из Китая, то в таком же количестве выезжают русские мастера. Если к нам едут малые народности, малочисленные народности севера Китая, то и к ним едут такие же народности. Но все-таки разный подход. Я думаю, что главное будет отличие. Это разные подходы в организации торжественной церемонии открытия. На китайской стороне она будет одна, у нас это две церемонии мы всегда проводим. На китайской стороне одна, и все-таки технологии, которыми владеет КНР, и нам очень трудно в этом противостоять. То есть, очень будет много света, очень много будет мультимедиа, очень много будет экранов, будет потрясающее действие. Уже 14 августа, и если у кого-то есть желание, я приглашаю туда приехать и посмотреть в хэй-хэй. В 19.30 по китайскому времени будет большая торжественная церемония открытия. Вы знаете, нам всегда спрашивают, да, но все-таки мы же в гостях будем находиться. У нас туда едет в общей сложности участников концерта порядка 200 человек. Чем мы будем противостоять? Потому что, вот если я посмотрела по программе, то с китайской стороны будет порядка 600 человек занята в церемонии. Но мы будем противостоять своим русским духом, своим настроем. Потому что у нас прошли совместные репетиции, так как танцуют наши артисты, китайским артистам еще нужно поучиться. Я думаю, широкой душой, широкой улыбкой мы будем удивлять китайского зрителя. Надо сказать, что еще выставки будут работать на площадях, когда это будут, вот эти концерты проходить. Когда будет салют? 13 или 16? Салют будет и выставки. Давайте так, выставки у нас проходят 13 числа, будут работать на сцене, ой, на площади имени Ленина, мастера Китайской Народной Республики. И 16 августа будут работать мастера русские, представлять свое творчество. А фейерверк глобальный, большой, красивый будет завтра, 13 числа, в 21.50. Будет по завершению концерта красивый большой красочный фейерверк. Спасибо большое. Ожидаем большого удивления от шестой российско-китайской ярмарки культуры и искусства. На самом деле она уже имеет высокий, определенный авторитет. Спасибо, что нам рассказали. У нас в студии была Ольга Смирнова, директор Амурской областной филармонии, которая является одним из организаторов этого большого и интересного мероприятия. Спасибо. 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 Спасибо.